Добрый вечер всем. Я рад встретиться с людьми, которые интересуются нашей партией, нашей платформой, нашими подходами. И часть людей находится тут со мной в зале заседания НДИ. Часть находится с нами на Zoom. Давай, Марина, тогда начинай с вопросов, попытаемся. Мы начинаем с ваших вопросов. Вы можете начинать их задавать в чате в Zoom. Мы их видим и постараемся ответить на как можно больше вопросов. И можно задавать в чате. Пока есть у кого-то из присутствующих, пожалуйста, Борис. Ты вначале упомянула Эбальдойла. Герцог пишет в книге, что в еврейском государстве денег не будет. Ну, то есть некий образ коммунизма. У нас сейчас в нашем еврейском государстве денег нет. Только одной очень небольшой группе людей. Вы верите в то, что возможно отделение религии под государство у нас в стране? Я думаю, что это просто необходимость, которая сегодня есть на любому здравомыслящему человеку. Поскольку, во-первых, помните из речения великого комбинатора Остапа Бендера, чем ближе к церкви, тем дальше от Бога, это именно и у нас. Да, и дороже свечки. Да, и дороже свечки, да. Вот это именно то, что происходит у нас. Ну, да, он один такой вопиющий факт. Сегодня в Израильской армии, вот сейчас мы тут сидим, служат 7 тысяч солдат, которые не являются галактическими евреями. То есть они имеют право воевать и погибать за государство Израиль, они не имеют право сочетаться браком в государстве Израиль. Если они хотят жениться, им нужно уезжать там на Кипр, в Болгарии, оформлять свой брак. Или, скажем, некоторые наши бывшие соотечественники, чемпионы Олимпийских, чемпионы мира, которые принесли Израилю много почестей, усилили наш имидж, престиж Израиля. Они стояли там на подиуме на армию, пели вместе со всеми гимн государства Израиль, поднимали израильский флаг. Тем не менее, опять-таки, сочетаться браком в Израиле, часть из них не может. Это некий бред. Кроме того, мы тут на протяжении многих лет создали две параллельные системы. То есть, есть ортодоксальная община за счет налогоплательщика, начиная с роддома, больниц, яслей, детских садиков, своих школ, своей системы образования, свою судебную инстанцию параллельную, общеизраильскую. Но это бред, не могут существовать два мира параллельных. Именно они не допускают принятия Конституции. И поэтому нам нужно ввелить религию в государство. Ты можешь учиться в системе образования, религиозной, где не изучают ни математику, ни английский, ни компьютеры. Ты можешь отказываться пользоваться юридической системой государственной. Но это должно быть за твой счет. Не за счет налогоплательщика. Поэтому, мне кажется, сегодня мое чувство, что большинство граждан Израиля, да, поддерживают идею отделения религии государства. Но из-за нашей такой очень несовершенной политической системы, реализовать это трудно, но необходимо. У нас вопрос из Зума. Иван спрашивает, будете ли вы палатироваться на должность премьер-министра? Я сказал уже много раз на своих последних выступлениях, исходя из создавшейся ситуации, у меня нет сомнений, что для принятия очень кардинальных для нашей страны решений, исходя из моего опыта. И, будучи хорошо знаком со всеми остальными фигурами, мне кажется, что я подхожу сегодня на эту должность более чем то-либо другое. Я говорю, у меня нет никаких комплексов величия, и я никем не пренебрегаю, и не считаю, что я лучше других, но исходя из знакомства со всеми, без знания практически всех нюансов той громадной машины, которая называется государство Израиль. Безусловно, я думаю, что мой потенциал, мои возможности намного выше, чем у кого-либо, и поэтому, исходя из этого, безусловно, я буду баллотироваться. Хотя в Израиле нет прямых выборов, но, безусловно, вижу себя в качестве претендента на премьерский крест. Доктор Йосиф Элиэзер из движения либерально-религиозные спрашивает следующее. Считаете ли вы, что присоединение Сара и Элькина в коалиции поможет Бибе провести их к ОКО в юз? Извиняюсь, но я думаю, что в тот момент, когда они закрыли соглашение о вхождении в эту коалицию, одна из главных причин – это требование ортодоксальных партий в самый краткий период провести закон, который освободил бы ортодоксальную общину от службы в армии. Жалко, конечно, но я уверен, что если они войдут, то одним из центральных моментов в этом соглашении – это закон об службе или уклонении от службы в армии, освобождении от службы в армии ортодоксальной общине. Антон, попрос? Спасибо. Скажите, какую функцию, которой нет сейчас, которую несет Конституция? Что раз мы знаем, почему? Создание, принятие? Очень много. Вы знаете, что такое Конституция? Это правило игры. Отсутствие Конституции – это отсутствие правил игры. И это, начиная с того же вопроса службы в армии, обязанностей и права. Все должны быть равны в правах и обязанностях. То есть или военная служба, или альтернативная служба. Это, безусловно, право человека сочетаться браком не только через религиозные суды, через равената и нормальному светскому путю. Многое другое. То есть это полно, это четко определяет, например, у нас горячие споры, может ли человеку, против которого выдвинуто обвинительное заключение, быть претендентом на пост министра. Есть очень много вещей, которых нам нужно тут определить. У нас прошел очень спорный закон, называется «Хоккалион». Как по-русски? Закон о признании? Нет. За национальном характере государства. Что происходит с теми неевреями, которые проживают тут? Мы считали, что у нас есть декларация независимости, что это самый важный, самый основополагающий документ в истории государства Израиля. И же именно он должен быть основой, не Хоккалион. Не знаю, насколько вы читали, знакомый. Это, наверное, самый блестящий документ, который был сформулирован, который очень четко определяет характер этого государства. Я беру, к примеру, друсскую общину. Город, который потерял в процентном отношении больше всего солдат, обороняя государства Израиля, это такой друсский городок Байджан. Байджан – это где-то на сей. Я не считаю, что мы должны, друсы, с первого дня служить в армии. Действительно, во всей системе безопасности, во всех силовых структурах. Из присутствия в армии, в полиции, в нашей жендермерии, в управлении тюрем и так далее, их намного больше в процентном отношении, чем они представлены в государстве Израиля. Поэтому я не понимаю, почему они должны пользоваться меньшими правами. Так что Конституция в этом плане должна разрешить вот все эти вопросы. Поэтому она очень важна, с моей точки зрения. Спасибо. Вопрос из Зума. Илья спрашивает, скажите, пожалуйста, после присоединения САРа к правительству, есть ли шанс развалить все-таки правительство? Вы знаете, развал правительства и коалиции абсолютно не связан с вождением САРа и Элькина. У них накопилось слишком много багов, слишком много проблем, шероховатостей. И нужно понять, что порядок приоритетов у Натанья, он абсолютно другой. То есть его, безусловно, больше всего волнует выдвинутые против него обвинения в ГАГском суде, которые его лишают возможности ездить за границу, прежде всего в Европу. Второе, что его волнует, это возобновление его суда, которое 2 декабря он должен встать на скамье подсудимых и пройти очень неприятную процедуру перекрестного допроса со стороны прокуратуры. Третье, безусловно, то, что его волнует, это президентские выборы в США 5 ноября. Помимо этого, я не вижу, как они могут провести бюджет, исходя из сегодняшних последних экономических данных, из заявлений министра финансов Смутрича, что собирается сократить 40 миллиардов шекелей, только не указал по каким параграфам. У них большие проблемы с этим законом об уклонении от службы в армию. Очень тяжелые личные отношения между ключевой фигурой этой коалиции Ария Дерри и министром Бенгвером, или между Арией Деррием и министром Атликуда Дудем Салемом. То есть там слишком много шероховатостей. Так или иначе, все это взорвется, и я, по моим оценкам, до конца года эта коалиция развалится. Сен-Дар, пожалуйста. Да, я занимаюсь пенсионным планированием как малоимущих пенсионеров, мы обслуживаем, так и обеспеченных пенсионеров. В вашу компенсию министра финансов, если скучно, вы обрабили очень хорошие правила, по крайней мере, в битуах и в мире, до малоимущих пенсионеров, те, которые почти доходят до рамок, чтобы получать собственную отбавку. Просто были ситуации, что разница в 10 шекелей пенсии решала возможность получить собственную отбавку. Мы действительно провели правила, что многие малоимущие пенсионеры получали специальную отбавку. И то, что сейчас происходит, действительно, даже если взять обеспечение пенсионеров, разница между тем, какой иммиграцией, которая приехала в начале 90-х, высокопрофильных специалистов, например, врачей, инженера, так как все не успели присоединиться к старым пенсионным программам, Они действительно малоимущие получаются. Даже врач, который проработал в Израиле 25 лет стажа, который не успел до 1995 года зайти в старую пенсионную кассу, получать малоимущие пенсионеры, причем при очень больших доходах, кто проработал. Есть ли какие-то возможности помочь непосредственно этому сектору населения? Да, вообще, вся эта пенсионная программа на грани банкрота. Вообще, все, что связано с актуарной системой, то есть финансовой устойчивостью наших пенсионных программ, кстати, во многом, в большинстве стран западного мира сегодня на грани банкрота, поскольку, когда планировалась продолжительность, средняя продолжительность жизни была намного короче, чем она сегодня, то сегодня выходит, что продолжительность жизни резко подскочила и практически не осталось фондов пенсионных. Государство должно это решить, потому что если не начнем сейчас пополнять эти фонды, то я думаю, в течение 10 лет мы будем на грани катастрофы, а все, что связано с этой специальной пенсионной программой, когда многие люди всю жизнь туда вносили деньги по уходу за, уже в таком преклонном возрасте, когда человек не способен с собой ухаживать, в ноябре где-то называется биток серди, это просто на грани банкрота уже в ближайший год-два. Так что тут, я думаю, даже не стоило бы заниматься, знаешь, даже пытаться залатать ту дырку, тут должна быть широкая пенсионная реформа, которая бы дала ответ на все проблемы. Мы пытались решить в те полтора года, когда мы были в правительстве, прежде всего, прослойку самую слабую, те, кто получали соцнадбавку. То есть нам удалось ее поднять на 20% в среднем. Это где-то более 300 тысяч человек, которые получили 20%. То же самое, пережившие катастрофы, которые получали ежегодные пособия, мы подняли где-то на 60%. И также примерно на 60% посла подняли пособия ветеранов войны. Но это такие конкретные, очень специфические решения, которые мы принимали. А решить в общем объеме всех тех, кто не успел доработать, проработал в Израиле 12-15 лет, не наработал на полную пенсию, те, кто платили много лет в эти фонды по уходу, это все нужно реформировать. Это должно быть новое профессиональное правительство, которое займется этими вопросами. Все, что связано опять-таки с бетухом Леуми, с национальным страхованием, тоже там все в таком ужасном состоянии. И там тоже необходима очень серьезная профессиональная реформа. Так что мы понимаем и будем этим заниматься. Вопрос из зума. Почему до сих пор Израиль разрешает коммунитарную помощь Газе? Ну из-за полной неспособности этого правительства противостоять нажиму из неба. Кто-то может представить, что во время Второй мировой войны Советский Союз поставлял фашистской Германии бензин, горючее, питание, табак, сигареты. Или даже, так сказать, западные союзники, что США или Англия бы во время Второй мировой войны нацистской Германии бы поставляли горючее, питание или лекарства. Теперь это на фоне того, что наши заложники, которые находятся в руках у этих зверей, не получили ни лекарств, ни питания. Мы видели, в каких нечеловеческих условиях их содержат. Никакого доступа со стороны представителей Красного Креста. Причем это правительство якобы громко кричало в начале войны и обещало, что ничего не будет. Но это неспособность противостоять давлению из неба. Вот это мы видим, что это нужно понять не только поставка коммунитарной помощи. Это финансирование террора, который пытается нас уничтожить. Что сегодня получается на самом деле? Вот эти сотни грузовиков, которые заходят каждую неделю. Хамас тут же их берет под свой контроль. Причем он получает эту гуманитарную помощь бесплатно. А потом продает эту же гуманитарную помощь жителям газа. И это сегодня служит его основным источником финансирования. Речь идет о миллиардах шекелей или полмиллиарда долларов, которые не заработали с начала войны на этой гуманитарной помощи. Это бред, абсурд. И это еще раз доказывает, что это правительство не имеет права на существование. Один из главных источников, если не самая главная проблема Израиля, это ирландское государство. Может ли Израиль ставиться самостоятельно с этой проблемой? Смотри, во-первых, наша главная угроза нашему государству, это не государство Ирана, а режим Айтол. Режим Айтол провозгласил, что его главной целью является уничтожение государства Израиля. Причем они не говорят это только теоретически. Мы видим, сколько денег они вкладывают, сколько усилий. И у них это как бы такая навязчивая идея. И они от этого не откажутся. Это во многом напоминает нацистскую Германию и Гитлера. После поражения Сталинградская битва в феврале 43-го года, многие генералы вермахта говорили Гитлеру, оставь еврейский вопрос стороне. Нам нужны сегодня все эшелоны, все солдаты, все деньги для того, чтобы вести борьбу на фронте. Гитлер не был готов отказаться. Иран находится в тяжелом экономическом положении. Инфляция, разгул преступности. У них очень много, серьезная проблема с наркотиками, длинная граница с Афганистаном, которую они не контролируют. Занятость 42%. Основная масса населения нигде не работает. Есть целые районы, где летом нет воды. Вместо того, чтобы взять все эти миллиарды и вложить в улучшение, улучшить благосостояние своих собственных граждан, вкладывать в образование, в создание рабочих мест, они где-то 11 миллиардов долларов в год вкладывают в хусидские милиции в Йемене, в швидские милиции в Ираке и в Сирии, в Хизбалу, в Хамас, в исламский джиад, в сирийский режим. И в создание ракет, которые могут достичь государства Израиля. Свои ядерные программы. Это абсолютно лишено как бы рационального зерна. И поэтому не является реальной угрозой. И для того, чтобы решить, Израилю нужно принять четкие решения. Способны мы ли сами в одиночку одолеть Иран и уничтожить их ядерную программу? Безусловно, да. Но для этого нужно другое правительство, другие люди, которые способны принимать решения. Игорь спрашивает в Зуме. Вы не раз пытались провести закон о призыве. А сможет ли армия принять всех ультразолоксальных бойцов? И нужны они? Безусловно, сегодня нужны все. И не только ортодокса. Наш закон, который я последний раз подавал, по-моему, два месяца назад, буквально перед выходом, КНЕС, это на летние каникулы, говорит о том, что нужно призвать всех, евреев, мусульман, христиан, друзов, черкесов, или на военную, или на гражданскую службу. В этой войне мы потеряли уже больше бригад, более 700 солдат погибло, тысячи раненых, и никогда уже не смогут вернуться. в боевые части. Помимо этого, у нас острая нехватка людей в полиции, в... называется КАБАУТ в пожарной службе, в охранной службе, в управлении тюрем, не хватает в медицине рефат хирург, амбулации. Амбулация. Амбулация, все, что связано, агент Давида Дом, скорая помощь. есть, и поэтому часть людей будут призваны в армию, а часть пойдут на... по линии национальной службы. Все сегодня, любой свободный человек в возрасте 18 лет необходим, ему есть чем заняться. И это будет основным краеугольным камнем следующей коалиции. С нашей точки зрения, три основных принципа следующей коалиции должны основываться на, первое, законно-обязательной военной или национальной службе, второе, обязательное изучение основных предметов в любой системе образования, которое получает государственное финансирование и три принятия конституции. Это три основных постулата. И я уверен, что мы это проведем. Еще один вопрос был, как раз по этой теме, если это касается также арабского сектора призывания. Ну, я только что сказал, безусловно, неважно, арабы в Израиле есть мусульмане, есть христиане, бедуины, особенно на севере, они все время служили, служат. К сожалению, в этой войне несколько человек погибло бедуина. Так что, никаких исключений. Настоп. Я хотела спросить, как бывший министр финансов, как вы думаете, что он может в данный момент спасти? Смотри, с точки зрения любого государства, основная часть бюджета должна быть инвестирована. Прежде всего, в развитие науки, в исследования, второе, в инфраструктуры, третье, в образовании. Все остальное нужно свести до минимума. В принципе, в экономике, те, кто изучали экономику, введение в экономику был такой предмет, по-моему, есть и сегодня. Я учился в Иерусалимском университете много-много лет назад, и там первый термин, который мы изучали, был относительное преимущество. Относительное преимущество Израиля, это не в размере территории, не в размере населения, не в полезных ископаемых, а именно в наших мозгах. Именно интеллектуальный уровень нашего государства позволяет нам выжить и с точки зрения экономики, и с точки зрения военной. Преимущество нашей армии, она прежде всего базируется на технологическом и на личном образовании наших там летчиков, солдат, офицеров. Поэтому, прежде всего, нам нужно инвестировать в эти области. В свое время в качестве министра финансов я сделал акцент именно на израильском АйТеке, и мы привлекли рекордное количество иностранных инвестиций 56 миллиардов долларов в 2021-2022 год. И, конечно же, все, что связано с инфраструктурами, недвижимостью и прочее. И зачем вы проспориться? Как вы относитесь к тем переменам, которые сейчас происходят в нашей полиции? Ну, смотри, у меня основные претензии к премьер-министру. Никита Бенглера кто-то его назначил на эти должности. Вообще, нужно понять, что такие ключевые министры, которые министры, как министра финансов или министра внутренней безопасности, без всякой связи с их политическими взглядами, возьмите министра даже финансового, он в жизни не управлял даже киоском. Но это никакого опыта в административной работе. Прежде всего, человек должен быть менеджером, должен обладать каким-то багажом и знаний, и опытом. Назначаются люди без всякой связи с их опытом, с ими знаниями, поэтому так правительство и выглядит. Конечно, оптимально было бы создать правительство из экспертов, профессиональное правительство, где бы каждый министр понимал и разбирался в той области, за которую он отвечает. То, что происходит тут, это полный абсурд. Можно вопрос, как можно те министры, которые сегодня есть, которые, в принципе, по убеждению населения не совсем до конца выполняют так, как нужно свою деятельность, как их можно оторвать от этих крест? Что можно сделать? Прежде всего нужно понять, сегодня, вы знаете, в Израиле даже я не могу сказать, сколько есть министров. Я много лет полный. То ли 35, то ли 37. Кто-то заходил, выходил, сейчас еще зайдут снова Гидонсары, Эльки. 35-37 министров, ну это бред. Сколько там министров в Швейцарии, по-моему, 7 министров. В США, если я не ошибаюсь, 17 министров. У нас какое-то бешеное количество. Теперь не то, что не справляется, у нас есть министерство, которое я даже не подозреваю, чем они занимаются. есть Министерство традиций, Мисрада Мурешет, то есть Министерство национального наследования, Мисрада Мисимот Лумиот, Министерство национальных приоритетов. Есть специальное управление по укреплению еврейского самосознания, Аби Маоза, есть еще одно специальное управление по продвижению ортодоксального сектора 700 миллионов шекелей, которые возглавляют Тури Макли, и так далее. То есть, во-первых, есть дикое количество каких-то управлений, министерств, которые просто делят, пилят бюджеты для своих приближенных, государственных бюджетов. то есть, люби меня, если я понимаю, чем все эти министерства занимаются и все эти управления. Второе, что действительно в ключевых министерствах мы видели вот эти репортажи, что министры, единственное, что их волнует, это их личные выборы, праймерис и так далее. К сожалению, менять это можно, поменять только после следующих выборов. Поэтому, чем быстрее будут эти выборы, тем лучше для нашего государства. Второе, необходимо, чтобы мы выиграли эти выборы. И для этого все должны прежде всего прийти и проголосовать. Если бы среди светского населения уровень голосования был такой же, как среди ротодоксального, то мы были бы совершенно другой ситуацией. У нас осталось последние пять минут. Вопрос, почему до сих пор не осудили террористов НУГБ? Хороший вопрос, почему до сих пор ни один террорист не был представлен в суду. Я думаю, не думаю, я знаю, я задавал этот вопрос в Кнессете, с трибуны Кнессета. Закон был подан еще в октябре месяце, причем подписались под этим законом 40 депутатов, как с коалицией, так с оппозицией. Мы специально попросили депутата Атлипуда, Амита Леви, чтобы он был первым в этом законе. Кто его терпедирует? Натаньяо? Почему боится последствий в дакском суде? И поэтому до сих пор не был принят этот закон, который помог бы без лишних бюрократических проволочек предать их суду. И у нас существует такой закон о преследовании нацистов и их пособников. ОСИЯД ДИН БАНАЦИМ ВОЗРАЭМ. Один к одному был подан закон против террористов, прежде всего хамасовских, и он так назывался, закон о преследовании террористов Хамаса и их пособников. Именно этот закон полностью был заблокирован Министерством главы правительства. Поэтому пока ни один из этих террористов не был приятен суду. Вопрос от Вадима. Еще вопрос. Нас, жители Севера, это правительство цитирует Слилах. Создается впечатление, что это банда у руля государства и хочет закрыть проект Израиль. Абсолютно пренебрежение. Не то, что пренебрежение, просто бросили на произвол судьбы весь Север. То, что называется Галилея. Я не знаю, кто из вас там посещал, мне удовольствовалось несколько раз за последние месяцы побывать на Севере, в Митуле. Когда-то Азис в Митуле, не знаю, кто бывал до войны, это было. Просто такой, действительно, это светущий такой сад. Все прибрано, все убрано, дорожки, зелень, все утопало в зелени. это все превратилось в неживую зону, одни развалины. И все остальное тоже, весь Север. Практически ты пересекаешь Исо до Мала, проезжаешь перекресток на Исо до Мала, все, это мертвая зона. То, что правительство после практически года военных действий, скоро года, ничего не предприняло, кроме громогласных заявлений, еще одного, еще один повод смести его чем побыстрее. Вернуть жителей севера без того, чтобы Израиль чутко победил и разгромил Хизбалу невозможно. Нам говорят снова о каком-то дипломатическом решении. Уже было три дипломатических решения. То есть последнее называлось резолюцией 17.01 от которой ничего не осталось. По этой резолюции Хизбалу должны были находиться северные реки Литами. До этого было специальное заявление в 2000 году Кофе Анану, тогдашнего генсекретаря ООН, о том, что Израиль вернулся к международной линии 1967 года, после того, как Израиль бросил своих союзников армию Южного Ливана и в одностороннем порядке мы убежали с Ливана 2000 год. А до этого еще была резолюция о создании специальных войск Юнифин в 1978 году, которые должны были поддерживать порядок и служить бушерной зоной между боевиками с Ливанской территорией между Израилем. К сожалению, все эти три дипломатических решения полностью провалены, поэтому верить в четвертое дипломатическое решение, это просто уход от ответственности. Решить проблему и в север вернуть жителей можно только путем четкой победы над Хизбалой, разгромом Хизбал. А на это это правительство не способен. Большое спасибо. Если хочешь, еще один вопрос. Последний вопрос, который требуется. Когда выбор? Я, по моим оценкам, говорил, до конца этого года, до конца 2024 года эта коалиция развалится и будут сразу после этого назначены выборы. Я очень надеюсь, что я прав в своих оценках. И это, конечно, для нас чем раньше, тем лучше выборы, но я думаю, Летаньяо примет все решения после 5 ноября, после выборов в США. И еще раз по моим оценкам, до конца этого года эта коалиция развалится. отправка, до конца и до конца